На протяжении девяти заседаний суд кропотливо и методично изучал материалы этого дела. Преступления, совершенные Сергеем Савкиным, бурно обсуждали в СМИ. Напомним, что летом прошлого года Савкин управлял автомобильной марки «Мерседес», не имея водительского удостоверения. Выяснилось, что он его вообще не получал. Более того, нетрезвый Савкин передвигался по городу с выключенными фарами, чем создавал реальную угрозу другим участникам движения. При задержании Сергей оказал сопротивление сотрудникам полиции. Он несколько метров протащил повисшего на ручки машины полицейского. После задержания, уже сидя в служебной машине, задержанный нанес удар ногами в грудь командиру взвода ДПС Кириллу Писареву. Такое поведение подсудимому не сошло с рук. На основании изможенного руководства Теометра 379-го процентного кодекса Российской Федерации в суд приговорил. Признать Савкина Сергея Александровича виновным в совершении преступления, присмотренная часть строительства Теометра 318-го кодекса Российской Федерации, назначено наказание. Пять лет в решении свободы с давания наказания в суде на колонии общего режима. В меру в решении в решении Савкина с подписки на невызгодные режимы и изменить на заключение по стражу. Взять Савкину по стражу в зале суда. Срок давания наказания Савкина начинает с 9 января 2013 года. На основании имеющихся доказательств суд вынес обвинительный приговор. Теперь 24-летний Сергей Савкин проведет ближайшие пять лет в исправительной колонии общего режима. Игорь Мерчук, Сергей Сорокин. События. Прянск.